От бела лица до матери сура земли народ, земной поклон от меня принял. Сказы кота Баюнайского света продолжают беседы о традиции воспитания. Сегодня у нас пятая передача из цикла «Читая книгу Галины Борисовны Романовой. Что посеешь, что и пожнешь, или чему и как обучать ребенка». Мы с вами говорили о гармонии, мы говорили с вами о любви, что рождается из гармонии. И о том, как важно познавать вот этот живой мир. То есть, чтобы жизнь продолжалась, нужно оставить живое. Потому что жизнь, она настолько прекрасна, что если человек видит в жизни одни неудачи, одни неприятности, одни обиды, то это обозначает, что его сознание преобладает минусом. А на самом деле нормальное состояние человеческой природы – это радость. Я помню, насколько мне понравилось именно у Рерихов вот это понятие, что радость – это состояние. То есть, это не эмоция. Эмоция – это вот когда человек получил зарплату вот так вот у него, а вот он протратил все деньги вот так вот у него. Понимаете, вот такое очень примитивное понимание мира. Радость – это состояние души от того, что она пребывает в благодарности. А вот когда печаль – это состояние души, которое пребывает в неблагодарности. По сути дела, в каком бы мы состоянии физического тела находились, в каком бы состоянии психологического, везде во всем нужно благодарить. Потому что мы получили огромное благо жизни. И не нам судить, почему в данный момент мы проходим определенные уроки. Я очень понимаю, что легко говорить. И я очень понимаю, что тяжело действовать. Но давайте просто примем, что у каждого есть своя душа, у каждого есть своя доля. Но у каждого есть и свой ребенок, которого мы будем взращивать именно в потоке света и любви. И вы знаете, вот мы работаем с разными категориями. И я прекрасно понимаю о том, есть такие данные, что количество детей уже с изломами психики растет постоянно. Потому что идет мощное массированное воздействие на ухудшение генетики вообще всех народов планеты Земля. То есть, вот эта техногенная цивилизация, она породила вот это страшное общество потребления, которое в погоне за наживой как раз таки убивает все человеческое, все естественное. Но все равно. Мне все-таки хочется с вами сказать, что мы должны находиться в состоянии радости. Это не эйфория, это состояние радости от того, что мы стоим, как Галина Борисовна писала, наперекор растления лавини. То, что мы создаем вот эти островки в нашем воспитании детей. Понимаете, вот мы же с вами уже говорили, это наше общее дело. Мы создаем такие островки, в которые прибудут и другие дети. Я уже выступил на тему образно-информационных структур и не буду повторяться обо всех тех опасностях, которые нас подстерегают. Но сегодня я только скажу одно, что уже многие семьи посмотрели мультфильм, который пропагандирует каннибализм. Мало того, многие с улыбочкой сфотографировались, с людоедом. Это Шрек. Я надеюсь, никто из вас, ну, надеюсь, вообще, может быть, никто и не видел этого мультфильма, но никто из вас не засмеялся, когда там надувают лягушку, и она лопается. Я запомнил навсегда, как Галина Борисовна говорила, в чем опасность диснеевских мультфильмов. Это было 30 лет назад. Таких еще мультяшек, которые так ломают психику детей, не было с очень яркими картинками, чтобы с очень резкой клиповой такой сменой каких-то очень ярких картинок, которые просто вызывают спазм в детском сознании. Все должно быть размеренно, гармонично. И вот идет диснеевская сказка, в кавычках, сказал бы, сказка «Белоснежка». И там ползет, ползет, маленькая черепашка ползет по длинной лестнице замка. Пробегающая белоснежка оборачивается на эту черепашку, ногой ее ударяет, черепашка вот так вот летит, и белоснежка, смеясь, забегает дальше. И это что? Это, представляете, положительный герой. То есть, пример. А мы с вами говорили, дети все копируют. Поэтому, если маленький ребенок посмотрит Машу Медведь, он обучится, это наглядное пособие, просто как заниматься истерикой, выбивать из родителей все, что тебе надо. Представляете, как это у нас нету в нашей традиции. Мы говорим про русскую народную традицию. Дядюшки с круча у нас нету. У нас есть аленький цветочек. У нас есть любовь, которая разбивает черные чары и возвращает из страшилища красивого богатыря, которого заколдовали. У нас с вами есть образы, которые просто сохранили всю нашу культуру, весь лад нашей земли. И поэтому, конечно, это очень-очень важное сегодня наше занятие. Вы сегодня просто должны сделать выбор, потому что здесь нету компромиссов, эксперимента невозможно. Я, как сейчас помню, одна знакомая, это были 90-е годы, но она иногда пребывала за границей, а тогда за границей можно было купить футболки, которые, к счастью, у нас купить было нельзя. Но почему-то все очень стремились к этим футболкам с надписями. Она приходит, а у ее сына футболка, и на ней написано «Красный дьявол» и «Рогатенький». Не надо путать. Это сейчас тоже модно. «Велес» – не надо путать. «Черт» – это тот, кто за чертой. Понимаете, есть определенная граница нравственности, переходить, которую нельзя. Понимаете, ну нельзя подглядывать, нельзя хамить. Вот есть вот что нельзя. Поэтому, вот перейдя эту границу, личность становится из Созидателя чертом. То есть нельзя думать, что ты такой хороший, ты такой прекрасный, и играть, например, в сатанинский рок. Нельзя. То есть ты уже четко, осознанно идешь, тем более понимая, зная, какую силу несет музыка. Вот у меня есть друзья-музыканты, которые сделали очень осознанный выбор. Они потеряли в деньгах, во всем, но они сказали, мы ни в коем случае работать на деструкцию, на разрушение не будем. Это перейти черту. Понимаете, это точно так же, как вот украсть. То есть нельзя переходить черту. То есть нужно обязательно быть в рамках вот этого великого закона. Быть в том дыхании, где ты сохраняешь дыхание жизни. Поэтому вот такое длинное отступление. Но если вы помните, мы говорили про футболку. То есть это не милая шутка. Я говорю мамаша, быстро сняла, быстро сняла эту футболку и переодела нормальную. Ой, а что это так прикольно, это так все мило. Маленький чертенок, сказала она. Ха-ха-ха, кстати, просто воцерковленная православная христианка. Ну как же, она же художница. И понимаете, очень-очень-очень-очень это важно. Сегодняшнее наше занятие. Вот оно как раз пятое. То есть такая пяточка у нас. Как пятый элемент. Любовь и любовь все проникает. Мы четко должны выбрать, на чьей мы стороне находимся. На стороне красоты, любви, гармонии. Понимаете? Или же. То есть мы четко должны определиться. Окружающий мир ребенка в условиях города уже опосредован творчеством человека. В нем нет естества, нет совершенства. Ведь известно, что человек своим творчеством нарушил экологическое равновесие на планете. И далее стремит ее к катастрофе. Поэтому лучше, если на первых порах ребенок будет не лишен общения с живой природой, которая есть проявление истинной красоты. А значит, гармонии любви. Так как является собой творчество Бога. Творчество, которому можно смело подражать. Ну, даже в большом городе есть живые деревья, есть живые цветы. Есть ваши любимые питомцы в вашей квартире. У вас есть возможность выезжать на природу. А может быть, у вас есть все-таки дача. А может быть, вы вообще живете в своем доме. Конечно. Жизнь наших прекрасных русских городов. Таких старых, древних, купеческих. Где нету высоких каких-то небоскребов. Где, конечно же, архитектура тоже вписана в природу. Это совершенно другая тема. И там тоже можно ходить и любоваться. Но я хочу сказать, что даже в огромном мегаполисе, таким как Москва, тоже есть много-много способов любования. И я, например, вот всегда... Мы приехали, нам говорят... Ой, наша Москва такая некрасивая, мы так не любим Москву. Я не хочу никого совершенно обижать. Люди добрые. У нас вся наша планета, это наша родина. А вся Русь цвета. Поэтому все, кто мы живем в каком бы уголке Руси великой не жил, все мы живем в красоте. Поэтому в Москве очень много красивых мест. В Москве очень много парков. И найти можно живую природу и ею любоваться. Я просто к тому, чтобы мы с вами сохраняли состояние радости. Потому что это огромная радость. Мы сегодня с вами делаем выбор. К творчеству же человека нужно отнестись весьма избирательно. Приучить человека, особенно с детства, можно к чему угодно. От окружающей среды, от воспитания в том числе, зависит то, какой сформируется индивидуальность. То ли в соответствии с ее божественным предначертанием. То ли с психикой, сломанной на аналогах дисгармоничной, жестокой и уродливой среды. Родители, воспитатели должны выбрать свою четкую позицию, пребывая в мире красоты или уродства, добра и зла, гармонии или разрушений. Сделав выбор, твердо удерживать эту позицию и не идти на поводу у всеядного социума, погрязшего в жестокости и разврате. Эти строчки, написанные давно, сегодня можно вот так вот увеличить. Потому что действительно, мы должны понять эту разницу и ощутить свою великую ответственность, что в педагогике мелочей не бывает. И даже надпись на футболке – это не мелочь. Ну, я со своей стороны сразу скажу, что, конечно же, лучше, чтобы вы одевали народную одежду, но это идеально. Вариант городской – это, как у меня, стилизация с народной одеждой. Это очень тоже здорово, это переходное звено. Но если есть футболка, то хорошо бы, чтобы на ней были растительные орнаменты, какие-то надписи на русском языке. И обязательно стремитесь, чтобы все-таки надписей на английском языке не было. Я не выступаю против английского языка, но поймите меня. На сегодняшний день в русском языке в течение 30 лет прекратились процессы словообразования. И из десятки мировых языков наш русский язык – самый англоизированный. Вот слово такое не выговоришь. Вы понимаете, мы даже проводили тут заседание в Государственной Думе. Должен быть центр, который определяет, что не могут быть надписи на иностранном языке. Почему я иду в Москве, и я вижу надписи на иностранном языке. Почему я сажусь в метро и слышу объявление станции на иностранном языке. У нас вроде как уже Олимпиада 80 миновал, и даже футбольный матч миновал. Почему? А почему не на японском? И так далее. Понимаете, в чем дело? Здесь, конечно, грань такая, знаете, тоже здесь нельзя сказать. Я не выступаю за запрет вообще слов, которые к нам пришли из английского языка. Мы их используем из других языков. Мы же говорим почта, мы говорим бюро, мы говорим меню. Ну, и были такие времена, когда при советской власти решили все вернуть слова наши родные. То есть, не официантка, да, не наше слово, а блюдоноска. Не меню, а разблюдовка. Конечно, здесь нельзя доходить до какой-то черты. Это у нас много есть слов, которые вошли, преобразовались. Но сейчас другая ситуация. Эту ситуацию я могу сравнить с мусорными помойками, которые именно разошлись по всей планете. Мы возвращаемся к детям. Не надо превращать нашего ребенка в объект помойки. То есть, не надо его нагружать ненужной информацией. И тем более, не надо давать ему дисгармоничную информацию. Конечно, сегодня это уже непросто. Ломанные ритмы, родливые формы, растядающие души жестокой заполнили человеческое творчество. Поэтому необходимо движение в защиту гармонии в творчестве. И подбор человеческих творений для детей с позиции гармонии, любви и красоты. Хочу сказать, что у меня сразу для вас есть хорошая весть. К Новому году я готовлю выпуск такого альбома для детей. Там будет музыка, там будут ноты, там будут песенки, которые вы сможете с ними петь. Это будет калядный такой альбом. Но он будет для всех детей. То есть, это очень все такое общедоступное, понятно, не уходящее в какие-то дебри. То есть, это простые детские песенки про солнышко, про звездочки. Ну, как вот эта песня про Ерилу, которая была детская песня. Теперь ее все взрослые очень любят. Поэтому, конечно же, мы с вами вот сегодня, мне просто хотелось, чтобы вы поняли, что уже на сегодняшний момент творческая редакция нашего канала «Сказы Кота Буина» и «Скала Света» провела огромную работу. У нас очень много есть материалов, которые вы можете смотреть. Вы также можете смотреть наш сайт, который мы ведем с моей женой, суреница.ру, суреница.рф. Там много-много информации. И это информация о колосвете, о красоте, о народной традиции. Дальше я хочу сказать, что нам есть на что опираться. Мы с вами можем опираться на прекрасные творчества советского периода, когда были созданы просто шедевры и детских фильмов, и детских мультфильмов, и, конечно же, детских книг. Поэтому нам есть с вами, где взять вот эти образцы и высокой гражданской позиции, и любви, и любви к родине, и темы, то есть вот темы именно все, которые сегодня необходимы. Даже ничего не надо изобретать. Сейчас переиздаются учебники советского периода, и обязательно я вам как-нибудь тоже и покажу это. Но хочу сказать, что очень много у нас есть что слушать и из народного, и из классики, и из советского периода. То есть этника, классика, советский период. Нам и в современном мире тоже существует много очень красивой музыки, красивого творчества. Но ее не видно, потому что бросается в глаза как раз такая безвкусная пошлость, с которой тиражируется. Но мы-то с вами сообразовали вот эти острова настоящие, такие вот, которые будут объединяться в материки. Светлого детства, посолочного царства. И мы здесь как раз таки воспитываем детей на гармонии, которая рождает любовь. Подумаем, какие же формы человеческого творчества желательны для воспитания ребенка. Какая музыка, какие рисунки, какие сказки, стихи, какие игрушки. Через какие формы можно выразить гармонию, любовь и красоту. Как видите, самое интересное еще только начинается. Дальше, дальше мы уже с вами пойдем по конкретному пути, который предлагает нам книга Галины Борисовны Романовой «Что посеешь, то и пожнешь». Или чему и как обучать ребенка. С вами я, Кот Баюн, наш творческий коллектив. Сказа Кота Баюна из «Колосвета». И, конечно же, я хочу желать всем мира, гармонии и любви. Субтитры подогнал «Симон»!